День Города 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 Хотя и отмечают 11 августа, на самом деле точная дата рождения святителя неизвестна. Источники относят это событие к 270 году нашей эры. Имя его связано с невероятной щедростью и бессребреничеством. Николаю также приписывают многочисленные чудеса, совершенные им при жизни и даже после смерти. Именно поэтому мощи святого были так почитаемы всегда, и их даже несколько раз похищали. Николай Чудотворец настолько почитаем, что его чествуют не только 11 августа, но еще и в мае, и в декабре, и также поминают по четвергам. Между тем, в народе 11 августа связано с еще одним праздником. Название праздника относит нас к имени святого мученика Калинника Киликийского, жившего на рубеже 3-4 веков. Однажды он в Анкире своей проповедью о едином Боге прогнивал язычников, и те немедля отвели его на суд. После недолгого разбирательства для проповедника была выбрана жестокая казнь. Однако все пытки не тронули тело мученика. Позже он был похоронен христианами. Имя святого явно перекликается с названием ягоды Калины, как раз наливающейся спелостью к этому времени. Праздник посвятили и этой ягоде, тем более, что она, столь любимая на Руси, вполне это заслужила. Калина символизировала непорочную красоту и чистоту, а ее горький вкус был символом девичьей судьбы, когда по воле родителей приходилось выходить за немилого. Ягода шла на компот, мармелад и кисель. Толкли ее для еды с медом, пекли особые пироги и калинники. О том, как их готовят, поведал Владимир Даль. Утренние заморозки, вредившие последним хлебам на полях, тоже именовали калинниками. Их прогонять пытались. Пронеси Господи мороком, а не морозом. Мороком называли утренний туман, суливший добрые овсы и ячмень. Коля на калинника туман, припасай косы, провез с ячменем. Осеннее ненастье предвещал вновь завезеленевший овес. Рязанка получила грант на создание в городе граффити военной тематики. Напомним, граффити в центре города появилось этим летом на улице Радищева по инициативе рязанской молодежи. Теперь в течение года на главных улицах города появится четыре больших граффити-рисунка, каждый из которых будет нести информацию о конкретном событии Великой Отечественной войны. На свитере у Кристины знакомое всем нам изображение. Мелитон Кантария водружает флаг Советского Союза на Рейхстаг. Спроси любого прохожего, и он ответит, что это событие произошло 9 мая. Вот только случилось оно 30 апреля. Такая память людей на даты времен Великой Отечественной войны и послужила отправной точкой для нового проекта организации «Волонтеры Победы». Проект «Рисунки Победы» появился в головах «Волонтеров Победы» уже давно, примерно зимой. Но вот этим летом мы поняли остроту, что уже пора его действительно воплощать. А именно месяц назад, в июле 2017 года, мы проводили площадку «Волонтеров Победы», в рамках которой спрашивали горожан, просили их поставить важные события Великой Отечественной войны с датами. И к нашему, к сожалению, удивлению, большинство не смогло с этим справиться. И тут мы решили, что нужно восполнять такие пробелы знания горожан каким-то необычным способом. И проект «Рисунки Победы» – это именно визуализация истории. В рамках молодежного форума «Таврида» проводился конвейер проектов, в котором мог поучаствовать любой желающий. Кристина поехала туда в первый раз. Всего было зарегистрировано 150 проектов. Из них допустили только 90. 19 дошло до финала. Благодаря слаженной работе организации, Кристина получила грант в размере 100 тысяч рублей на воплощение общей идеи. Пока точно неизвестно количество рисунков, которые украсят стены нашего города. Да и места для них также не выбраны. Сначала мы выбираем основные тематики, которые для нас, мы считаем, что они важны для освещения. Потом уже художники прорабатывают конкретные эскизы, после чего эти эскизы идут в народное голосование, чтобы резонцы сами выбирали, что они хотят видеть на стенах в своем городе. Сердцем этого проекта Кристина называет художника Александра Демкина. Ему всего 23 года, но его рисунки уже можно увидеть на стенах нашего города. Один из самых известных – это рисунок ко всемирному фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи. Правда, как признается Александр, большой свободы творчества там не было. Но в других творениях душу художника увидеть можно. Вложится он и в предстоящие рисунки. Хочется сделать это максимально, убедительно, реализовать этот проект так, чтобы люди, может быть, задумались, особенно молодое, может быть, поколение, как-то посерьезнее к этому отнеслось. И отнеслись к людям, которые приложили руку к победе. Александр не любит разговаривать о еще незаконченных проектах, поэтому задумку свою раскрывать не стал. Художник хочет создать рисунок, который заставит прохожего остановиться и прочувствовать всю его глубину. Остается пожелать организации удачи и надеяться, что проект будет реализован именно так, как он и задумывался. Приобрести произведения искусства и народных промыслов смогут рязанцы на выставке изделий местных мастеров. Мероприятие посвящено празднованию 80-летия Рязанской области и проводится впервые. Свои творения представили 15 рязанских авторов. Об одном из них расскажет Галина Ершова. В уютном холле филармонии Татьяну Преснову можно узнать сразу, ведь каждый элемент ее костюма создан вручную. Много лет мастерица занимается уникальным ремеслом – плетет Михайловское кружево. Старинный узор она создает так же, как издревнеделали это рязанские женщины. Коклюшки не просто летают в ее руках, но и поют, наполняя зал особой атмосферой. Михайловское кружево – цветистое, старинное. Рязанское узороще – древнее, былинное. Орнамент льется музыкой, цветную ленту узкую. Плетали руки нежно, красу и душу русскую. Михайловское кружево веками не завьюжено. И с каждым поколением расцветает вновь. Оно под песню сложено. В него от сердца вложено красота душевная и вечная любовь. Садиться за кружево плетение можно только в хорошем настроении. Ведь энергия, которую мастерица вкладывает в изделие, будет наполнять семейный очаг. С 9 по 11 августа в рамках выставки продажи «Рязань. Традиции и искусство» Татьяна Преснова провела серию мастер-классов для всех желающих. И раскрыла некоторые секреты ремесла. У нас самые большие в мире коклюшки. Потому что начинали плести шерстяными нитками, толстыми. Первой проверкой на прочность для начинающих мастериц стало плетение кружева с помощью восьми пар коклюшек. Основной принцип – это переплетение две пары. А для начинающих у меня есть уже другая подушка. Вот такое переплетение. Называется кирпичики. Полотняное переплетение. Самое простое. Середина. Слева направо. Справа налево. Справа налево. И еще. Да, слева направо. Замечательно. Опытные мастерицы используют до 60 пар коклюшек. При этом раньше эскиза у девушек не было. Дизайн готового изделия приходилось держать в голове. Именно поэтому Михайловское кружево все чаще называют численным. Не меньшее восхищение вызывают куклы. Мало кто знает, но на Руси их было более 500 видов. Держав руках маленькую заготовку, сложно себе представить, что буквально через минуту она превратится в прекрасную куколку, которая будет согревать ваших близких. Михайловские красавицы отличаются тем, что даже маленький ребенок может легко разобрать и собрать обратно куклу. Благодаря этому он лучше познает мир. Любили куклы и девушки, ведь именно этой кружевной подруге можно было поплакаться в горести и рассказать о радости. Промыслы являются визитной карточкой не только какой-то определенной местности, а вообще России. Россия одна из тех немногих стран, в которой осталась ручная работа душа России. А это промыслы на асфальт и нет, только на земле. А земля обладает той аурой тепла, добра, которая помогает раскрыть внутренний мир человека. Михайловское кружево – уникальный сохранившийся до наших дней промысел. Им украшали буквально все предметы быта – салфетки, скатерти, дорожки и, конечно, одежду. Сегодня Михайловское кружево является одной из визитных карточек нашего региона. Приближается праздник всех любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. В субботу отмечается Всероссийский день физкультурника. К нему традиционно присоединится и Рязань. 12 августа все преподаватели и тренеры будут отмечать свой профессиональный праздник. В преддверии Дня физкультурника выдающихся деятелей физической культуры наградили почетными грамотами и ценными подарками. Для своих преподавателей выступали учащиеся спортивной школы секций. Детям с самых малых лет прививает любовь к спорту, физические нагрузки, тренирует сердце, повышает иммунитет, выносливость организма ребенка. К тому же, занимаясь спортом, дети учатся себя контролировать, становятся дисциплинированнее и внимательнее, что, безусловно, пригодится им в жизни. И в этом им помогают профессиональные преподаватели и наставники. Однако, очень важно желание самого ребенка заниматься спортом. Все зависит еще от тренера, как он поставит свою работу, как он организует тренировки, как он найдет контакт с детьми. Этого очень большой играет роль. Вот те ребята, которые ходят, их видно сразу, к чему они стремятся. Тот парень, которого силком родители вводят, это совсем другое дело. То есть, разница есть и в количестве посещений занятий. В этом году праздничные мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут 11 августа. Рязанцы и гости города смогут увидеть парад видов спорта, веселые старты, мини-гольф и множество занимательных конкурсов. Вопрос парковок остается актуальным для Рязани. Использовать для стоянки автомобили зеленой зоны без вреда для них предложили еще в прошлом году. В 2017 же проект должен был воплотиться в жизнь. Газоны так и манят рязанцев, когда они, сделав круг в отчеты во дворе собственного дома, так и не находят места, чтобы оставить машину. Однако заезд на зеленые зоны – это прямое нарушение закона. В начале 2017 года администрация города задержала более 1100 нарушителей. Их выявляют как в рамках регулярных обходов сотрудники муниципальных служб, так и по обращениям небезразличных соседей. Действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции на физических лиц от 500 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц от 3000 до 30 и на юридических лиц от 10 000 рублей штрафные санкции. Но, как правило, большая часть составляемых рассматриваемых протоколов – это физические лица. Хоть сумма штрафа и небольшая, и некоторых она не пугает, однако своими действиями рязанцы пополнили казну уже более чем на 700 тысяч рублей. Сотрудники администрации делают фотофиксацию, составляют такт и направляют человеку извещение для прибытия на составление протокола. Однако стоит помнить, что решить проблему радикально, организовав легальную стоянку, возможно. Для этого на общем собрании дома нужно прийти к единому мнению и оформить границы земельного участка в соответствующей организации. Хотят парковку сделать. Ради бога. На общем собрании приняли решение, сделали парковку. Хотят песочницу сделать или детскую площадку. Сделали. Мешают деревья, кустарники. С чем часто сталкиваемся, люди сталкиваются, приходят, говорят, как же нам убрать кустарник и сделать парковку. Разъяснение точно такое же. То есть люди самостоятельно распоряжаются. Свои варианты решения проблемы предлагают и городские власти. Помимо введенных в центре платных парковок, готовится к запуску новый, революционный для региона проект. Экопарковки – это экология, это эстетика, это увеличение парковочных мест. Поэтому попробуем реализовать этот проект. Он не столь затратен, как строительство заездных карманов. То есть с точки зрения экономики это тоже интересно. Пилотные модели расположатся у городских больниц. Первым на очереди стоит кардиодиспансер. Однако власти легко откликаются на инициативу граждан и готовы включать значимые объекты в план ведения работ. Выглядеть это будет следующим образом. Вот эта решетка экопарковки, через которую будет произрастать трава, она будет выполнена из бетонных конструкций. То есть это долговечно, это экологично. Помимо городских проектов, которые сейчас в стадии проработки, мы поддерживаем проекты, которые предлагают хозяйствующие субъекты. В частности и Московская префектура, и администрация города. Мы работаем с заводом «Красное знамя» по реализации проекта экопарковки поблизости от территории завода. Открытие первой экологической парковки было запланировано на 2017 год и опробовать их на практике скоро сможет каждый желающий. Я думаю, что к сентябрю месяцу или в начале сентября это будет уже сделано. Если проект хорошо себя зарекомендует, то уже в следующем году экопарковки могут встречаться в городе почти на каждом шагу. Они будут радовать автомобилистов, которым станет проще парковаться, и пешеходов, ведь город станет более зеленым. Однако приживется новинка или нет, покажет только время. Двор с обустроенной парковкой – мечта для жителей современного города. Но для горожанина важен и такой фактор, как придомовая территория, где есть места для игр детей во дворе, где могут отдохнуть и насладиться свежим воздухом взрослые, и места для самой парковки. И таких дворов становится в Рязани все больше, конечно же, благодаря ответственным застройщикам. Двор без парковок – такая концепция строительства принадлежит рязанскому застройщику «Капитал-62». Жилой комплекс с соловушком – яркий тому пример. На закрытой территории – огромная детская и спортивная площадки, зеленая зона для отдыха и отдельная парковка на более чем 350 мест. Эти картинки скоро станут реальностью семей, которые получат ключи от квартиры в этом комплексе. А это уже съемки. И с высоты птичьего полета видно, что работы подходят к концу, и красивые мечты превращаются в счастливую реальность. Наша цель – это ваше счастье. В нашем жилье мы используем только самые лучшие материалы. И мы ни на какие компромиссы не готовы. Поэтому все самое лучшее и все самое новейшее, что есть на сегодняшний момент и разработано, используем мы сейчас и здесь. Компания «Капитал-62» известна в городе тем, что воплотила инновационный подход к строительству и проектированию современной жилой недвижимости, а именно смарт-планировки квартир. Человек, например, покупая себе по 46 метров однокомнатную квартиру, функционально имеет на одну комнату больше. Благодаря этой концепции даже квартиры скромного размера становятся удобными и функциональными. А на сегодня квартира-студия является одним из самых востребованных вариантов жилья среди молодежи. Здесь, знаете, как получается? Что человек за свои деньги, благодаря функциональности, получает на одну комнату больше. Причем это происходит совершенно бесплатно. А качество, с которым мы сдаем наши дома, это полуская стяжка, абсолютно идеально ровная. Стены у нас уже отшпаклеваны. Мы сдаем большое количество квартир уже с ремонтом. А в этом году мы сделали первый эксперимент. Мы сейчас начали продавать квартиры не только отремонтированные, а еще и частично мебелированные. Мы уже продаем квартиры со встроенной кухней, со встроенной мебелью. В этом году компания «Капитал-62» уже сдала в эксплуатацию два дома и три еще планируют сдать. А это значит, что тысячи семей получат ключи от новых, комфортных и по-настоящему удобных квартир. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте горд62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом. Я сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом.